Приветствую вас! Это означает, что девушка не заинтересована больше в общении с вами. Скорее всего. То есть вы ей были интересны какое-то время. Она с вами пообщалась. Но ввиду того, что вы ей по той или иной причине не понравились, не подошли. Но она не получила от нас того, что хотела. Что, кстати, вполне себе частое явление, если люди общаются исключительно как представители своего повода, как представители своего гендера. Она просто решила, что больше общаться с вами смысла нет. Вот. И решила вас оттолкнуть. То есть сказала, что вы ей больше не интересны. Хорошо ли это или плотно решать вам? Я понимаю, что вам неприятно. Я понимаю, что вам не по себе. Я понимаю, что вам хотелось бы большего. Прекрасно это понимаю. Но девушка есть девушка, человек есть человек. И против воли заставить его относиться к вам как-то по-другому нельзя. Поэтому либо вы сейчас принимаете позицию девушке и общаетесь с ней исключительно как друзья, вы даёте ей возможность увидеть и понять какой вы человек. И, соответственно, раскрываясь перед ней, вы показываете то, чего вам, например, хочется. Вот. Ну и так далее и так далее. Вот. Вот, соответственно, такая вот история. Можно ли говорить, что ситуацию вы в силах изменить? Да, ситуацию в силах изменить. Но будет лучше, если общение со своей девушками вы будете строить всё-таки исключительно только по, ну скажем так, по чему-то общему. То есть опираюсь на что-то общее, а не вот, собственно, на какую-то лишь только внешнюю, допустим, симпатию, когда кроме, 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 кроме вот этой собственной симпатии, да, вас больше ничего не связывает. Потому что в таком случае люди воспринимают друг друга исключительно как товар, и ничего хорошего из этого не получается, к большому сожалению. С другой стороны, с другой стороны, я с трудом верю в то, что вы действительно не знаете, почему, значит, девушка вам отказала. То есть я с трудом верю в то, что вы этого не понимаете. Вот, то есть тут как бы не нужно, не нужно здесь быть гением, чтобы понять, что вы девушке не нравитесь. Другое дело, что вам это по какой-то причине неприятно сознавать. И вот то, что вам неприятно сознавать, что девушка, например, вам отказала, вот, и нуждается в дополнительном исследовании. Потому что здесь может быть сверх мотивация, что вам для чего-то девушка нужна, вот. Обратите внимание на то, как вы выстраиваете свои отношения с женщинами. Обратите свое внимание на то, как вы представляетесь им. Обратите внимание на то, на каких женщин вы обращаете свое внимание и, соответственно, чего от них ждете. Это очень важный момент для того, чтобы скорректировать свое поведение. Потому что сердечки, смайлики, это ни в коем случае не серьезное общение. И вот точно этого недостаточно для того, чтобы девушка согласилась с вами куда-то идти, если у вас нет ничего общего. Я понимаю, что женского общения вам хочется, как хочется, наверное, ничего больше. Это абсолютно нормально, но здесь важно выстраивать отношения качественно и основательно. А вот то, как вы выстраиваете отношения, пока что такими назвать нельзя. Такими характеристиками наделить нельзя. Вот, я думаю, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Определяйтесь с тем, чего вы хотите непосредственно на девушке. Определяйтесь с тем, чего вы хотите вообще. Определяйтесь с целями, со средствами, с ценностями, на которые вы, допустим, будете, ну, грубо говоря, опираться. И, соответственно, после этого уже, я думаю, вам можно будет выстраивать свою стратегию поведения. Я думаю, что после этого вы сможете скорректировать свое поведение так, чтобы ситуация нормализовалась. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.